всем привет у нас сегодня продолжение лекции про индексации були в поиск лекция непосредственно относится к домашке и что еще наверно более важно для вас непосредственно относящиеся к домашке семинар студенты всегда любят когда семинар является неким таким предпредверием домашнего задания вот поэтому семинар будет как раз из таких что мы сегодня рассмотрим повторим немного про сжатие рассмотрим новый метод также поговорим про составление словаря поиска прежде мы говорили просто о блоках обратного индекса теперь немного словаре в его построении тоже есть особенности дерево запроса и его обработка собственно то с чего начинается сам поиск самая первая фаза ну и также несколько слов в общем про workflow и про то как это подразумевается выглядеть в домашнем задании собственно немного вспомним про сжатие методы которые были рассмотрены на предыдущей лекции это варбайт фибоначи гамма коды к сожалению все они не без проблем то есть один мы вот рассматривали варбайт он был там очень быстрый но к сожалению по байтовый собственно как следует название по битвый фибоначи оказался ну поверьте несколько медленный вы не могли наверно увидеть насколько он медленный особенно на питоне но просто по природе своей работы он достаточно медленный ну и гамма коды тоже не без проблем оказывается есть еще один метод который призван был сделать как раз нечто среднее соединить скорость по байтовых методов обработки и также плотность собственно битовых методов simple 9 для этого метода используется для кодирования целое машинное слово которое разбивается на две части как если мы 4 байта разбили на 4 битах которые указывают некую комбинацию данных и непосредственно данные которые находятся у нас вот в оставшихся двадцати восьми какие могут быть комбинации представимы вот этими четырьмя битами ну конечно 4 битами может представлен быть штаз комбинации на самом деле каких-то дну разумных и эффективных передумано 9 и вот например как ну что могут там быть записано собственно разные варианты мы можем записать одно большое число и отвести под этой некий код да можем разделить это на 2 поделить ну и так далее так далее и вплоть до записи 28 однобитных чисел вот почему бы нет вспомним мы же храним дельты если у нас настолько часто идут слова ну например это совершенно реальный случай вот чтобы понимать просто дать совершенно невыдуменная вещь например какое-то слово скажем слово коммерсант насколько часто она встречается в общем не часто да а насколько часто он встречается на сайте коммерсантру на каждой странице вот именно и таким образом если мы расположим эти страницы одна за другой а как правило при веб индексации мы как раз к такому трюку прибегаем если отсортировать урлы лексикографически то сжатие будет лучше просто потому что схожие по тематикам по сайтам документ у нас располагаются рядом так вот для примера с коммерсантру очевидно слово коммерсант вполне себе может кодироваться ну просто ультра компактно вот собственно плюсы такого подхода очень быстро при распаковке вот это такой замер который вот делали буквально мы на c++ реализации это распаковка двух миллиардов чисел в секунду на одном ядре это достаточно много он компактен вот и но проблема в том что для записи одного числа да он довольно избыточен как если сравнивать там с варбайтом по байтовым и так далее даже какое сжатие использовать так чтобы какую-то черту здесь подвести вот мы с вами рассмотрели методы варбайт по байтовый да там фибоначчи побитый и прочее самом деле ответ неоднозначно использовать их стоит по-разному если мы говорим про сжатие постинг листов то самый оптимальный здесь метод это simple 9 используйте его это самое быстро и в общем-то компактно отдельная тема это сжатие вхождений в документ ну как правило здесь какие-то свои методы возможно там simple 9 это не самое лучшее так например у нас применяется там тот же тот же варбайт и так далее элементарно потому что зачастую у вас одно вхождение в документ и вам достаточно одного байта для записи немного также расскажу про бинарные данные питоне про их хранение генерацию и так далее не смотря на то что мы все делаем на питон тем не менее делать все в текстовом виде очень неудобно было бы это во-первых расточительно в принципе по объему во-вторых ну текстовые данные их надо загружать обрабатывать и прочее гораздо правильнее все это хранить в бинарной форме именно так подразумевается на высокие баллы по домашке собственно ну да плюсы такие плюс вот собственно фиксированный размер и легко вычислимые смещения очевидно что там сочетать там 124 число просто 124 на размер там иногда нажать и считывать в общем какие в питоне для этого есть методы собственно модуль стракт и соответствующие у него вещи для распаковки и запаковки чисел как правило там используется какой-нибудь ай там это 32-битная целая наверно точно так же как все вы говорите структ пак страх так и то что получаете на выходе это те самые четыре байта сконкатинировав так в огромную скажем так строку вы впоследствии это записываете ну и чтобы узнать размер какого-то типа данных которые вы хотите запаковать вы можете использовать вот такой стракт как сайз это аналог сайзов все или симпульс плюс стракт как сайз для ай выдаст вам 4 почему вопрос только в его сериализации и десерилизации то есть это скорее средства как использовать да он на примитивах в этом плане не почему свою структуру ты можешь написать на питоне а для его сериализации вот использовать стракт и для загрузки тоже ну собственно формат у него такой это я говорю что вы можете использовать его просто для интеджер на самом деле то что в fmt это последовательность из разных значений ну например вы хотите сохранить два двухбайтных значения и одно там 8 байтовые то что вы ему запишите это аж аж q аж это house ну я так надеюсь и q это quad да в одну строку это все что пойдет в fmt и соответствующие этому fmt числа это и будут вот эти вот валы 1 валы 2 и так далее вот парный ему стракт он пак и вот он пак from которая распаковывает по смещению с определенного буфера собственно возвратит вам изъятые вот эти вот интеджер там и прочее из бинарной строки ну стринг здесь да имеется ввиду не с не строка которую там и вы обычно печатаете а просто набор тайп от того что он распаковал запаковал да наверно строка ну там очевидно будет разница во втором и в третьем питоне 3 строкам чуть более придирчив он считает все-таки строками у тф-8 то что будет на выходе из тракт пак я верю тф-8 не является что написать не знаю вы можете попробовать консоли перед вами собственно в продолжение что еще имеется собственно модуль рей чем он отличается от обычного массива когда не задумывались а сколько занимает массив данных питоне вот когда вы заводите массив из миллиона чисел да ну вот как бы встроенный вот этот самый самый простой да в два это еще так легко мало сказано короче кстати а почему казалось бы динамический плюс плюс есть вектор динамический здесь нет внимание впитывание лист это не лист тоже просто так называется словно говоря удаление из его середины это тоже дорогостоящая операция не как двусвязанном списке все асимптотики у него как у вектора я вам точно говорю она можете это перепроверить но поверьте мне пока на слово асимптотики у него как у вектора и поведение у него каких как у вектора ну просто да для тех кто прежде учил плюсы потом перешел и прочитал в питоне лист есть ощущение что это лист нет на самом деле это как вектор но питоне же все имеет там нет как бы plain типов фактически там все является объектом таким образом фактически то что хранится в каждой ячейке вот этого вид вектора это указатель на объект то есть даже если вы выделите миллион чисел это не миллион раз по 4 байта и ни разу не так вот а чтобы было так и в общем то иногда такого поведения хочется вы понимаете что то чтобы быть хранить это ровно там скажем 4 байтовые вот числа и все используйте рей собственно его использование но чем-то похоже на struct pack в плане нотации данных инициализируйте этот массив далее точно также наполняете его там с помощью append и обращаетесь к нему вот точно также как к обычному листу питоновскому но при этом хранимые в нем данные гораздо компактный домашки это понадобится потому что если вы распакаете там 10 массивов с миллионом значений вполне возможно что вы не влезете память с обычным питоновским листом собственно про хранение бинарных данных еще можно сказать вы можете хранить их просто используя вот такой явный рей из байт но это достаточно медленно рекомендуемые же методы для вывода этого всего сестринка его или байтеры в общем с трактор и и прочее вот рекомендую посмотреть побаловаться с таким бинарным форматом пойдем дальше про словарь поиска скажу собственно что такое словарь вспомнил у нас есть постинг листы да то есть список документов куда входит каждый терм однако откуда-то должен взяться сам наш словарь вот и на самом деле когда мы говорим о словаре для в поиска речь идет о большом словаре как правило там много большим чем словарь русского языка напомню это там всевозможные опечатки не словарные слова и еще очень важно чуть забегая вперед необычные подходы к хранению стоп слов которые размер этого самого словаря раздувают вот таким образом обычный подход к его к хранению может быть проблемным особенно если мы хотим его как-то быстро загружать и компактно хранить так вот в общем то проблемы как обозначил имеются у нас очень много тематик и так далее как же будем хранить ну предположим мы храним это простым списком тогда проблема как же в нем искать окей ну все мы знаем что там проще конечно хранить используя хэш таблицы и то что собственно питоне называется словарем но оказывается в инфопоиске еще есть подход хранения на деревьях и он обладает некими своими особенностями по сравнению с подходом хранения на хэш таблицах в общем-то особенности верно знакомые должны быть вам из курса в общем-то алгоритмов если вы задумывались а в чем в общем-то разница между бинарными деревьями до деревья поиска и хэш таблицы казалось бы хэш таблица всем лучше у нее все за у 1 зачем нужна структура дерево такая структура такая как дерево не нам хорошая константа эти настолько все хуже так мы же все перехошируем и все ну да от качества наверно хэша зависит а еще вот вот что в принципе отличает хэш таблицу от дерева вернее там дерево от хэш таблицы что есть такого смысле но она да скорее не по эффективности какой-то не по скорости что вы можете вообще проделывать с деревом чего у вас уже нету в хэше порядок у вас в принципе в дереве вы как-то упорядочили элементы в то время как они легли у вас хэш таблицы непонятно зато она как бы узконаправленная она отвечает на вопрос есть ли да вот найти соответствующие данные в этом плане с деревом можно сделать поудобнее хотя вот ну поиск формально медленней но зато что можно сделать собственно тут сразу немного про про хэш и я перешел но про дерево еще будет так вот у хэшей конечно есть в этом плане плюс мы можем просто взять некий хэш постоянной длины так чтобы даже не хранить сам ключ хранить только значение почему не храним ключ но если мы возьмем достаточно большой хэш скажем 64 бита то коллизий будет но очень мало и кроме того они здесь не так ужасны мы не кредитная карта в конце концов ищем максимум что будет это что одно слово из поиска мы спутаем и не так это ужасно потому что 64 бита ну практически невозможно так вот да из минусов элементы никак не связаны но есть оказывается даже в этом случае некий подход который структурирует эти эти элементы вернее наш словарь такой например использовался в компании rambler собственно первая морфология не знаете изобретена из изобретена в россии было машинной морфологии именно в компании rambler забавно было то как работал тамошний лиматизатор тамошнем машинная морфология она из каждого слова каждому слову сопоставляла некой некое число вот где разряды этого числа это вполне себе его структурировали так например как какие-то из разрядов отвечали за язык предположим там один бит русское это или английское слово какие-то разряды отвечали за части речи ну и там всевозможные там дальше уже там всякие склонения там и так далее все что мы знаем в общем таким образом некое число которое было вполне силу уникальным сопоставлением для данного слова было не просто каким-то абстрактным хэшом а еще и в общем-то давала такую подробную информацию об этом слове но например то что используем мы в go mail.ru в поиске это такой пакет под названием лиматайзер от а вот вот а вот я сказал так вот конечно он там множественно модифицирован у нас отделом лингвистики на тем не менее за основу взят он и подход в общем то такой который с которым вы еще столкнетесь вот в большинстве такой машины в морфологии бы из слова там получаете его базовую слова форму ну и считаете просто какой хэш а что же все-таки дают деревья вот если вернуться это поиск с мета символами предположим как если бы мы захотели поискать по какому-то префиксу вот скажем у нас есть там кошка да и вот искать по кошку мы бы могли дополнить из нашего дерева создав там предварительно какой-то префикс на дерево могли бы дополнить все остальные термы начинающиеся с данного можем точно так же искать по окончанию на самом деле если пофантазировать мы даже можем искать по каким-то практически регекс вам да то как вы будете в командной строке но довольно сложно и собственно вопрос почему поисковики не используют обычный такой поиск с мета символами до технически очень несовершенная штука ну и самое главное на самом деле это слабо нужно пользователям поисковики к слову вообще отказываются вот всевозможных мета символов и даже частей наверное языка управления запросом так например совсем недавно яндекс объявила том что они убирают из поиска отрицания то есть когда прежде вещи могли найти документ исключив какое-то слово да из поиска вот сейчас или в ближайшем будущем вы уже такого не сможете связано с тем что это привносит определенные проблемы в формирование индекса я думаю вы это ощутите еще на домашнем задании в котором у нас отрицание присутствует а в какой-то мере да ну самом деле у гугла в этом плане по разнообразию мета символов все очень хорошо особенно интересная вещь это например есть у него фильтр по сайту да ну у всех поисковиков там у нас тоже есть фильтр по сайту который вы можете задать там сайт двоеточие но у гугла вы например при сайт двоеточие вообще можете написать едва ли не регекс тех урлов по которым вы хотите искать среди среди которых вы хотите искать очень прикольная тема то есть не заморочились даже так сделали смысле вернее заморочились и даже так делать ладно а несколько слов еще про представление так называемых стоп слов этой вещи не требуется делать в домашнем задании но сам подход неизменно ну как бы всегда реализуется в настоящих поисковиках и в общем то в дальнейшем вы его тоже будете реализовывать ну что же такое стоп слова это слова с наибольшей чистотой слова которые есть просто везде это там союзы предлоги и так далее на самом деле даже не только в некоторых специфичных видах поиска например за стоп слова можно считать но просто то что есть почти везде так например слово купить довольно слабо что значит в ком-нибудь там товарном поиске там есть тоже практически везде у стоп слов есть проблемы хранения как вы понимаете они есть ну просто вот везде и такой такие индексные блоки они огромные сами по себе и что самое главное с ними проблем на строить любой наш булев поиск все наши вот пересечения и так далее особенно объединения будут просто огромными вот и выходов то несколько с одной стороны но мы их можем создать из этого инверсный индекс ну представьте себе у нас слова есть везде почти везде значит их нет почти нигде но есть так вот поформулировать да соответственно можно такой вот рода индекс создать ну так так себе на самом деле идея потому что слово и если мы говорим ну да есть почти везде только если это не английские документы для них что-то необычное что делать вот второй подход это ну просто проигнорировать в общем то в какой-то мере поиск будет работать но так например вы никогда не найдете все нравится пример такой крайний вы никогда не найдете информацию про игру что где когда вот же назывались вот самом деле самый прикольный вариант который так или иначе той или иной форме используется в современных поисковиках это какой-то учет контекста и вот что например делается у нас согласитесь стоп слова имеет смысл то только с контекстом ну нет просто смысла от того что мы нашли союз и но он есть в тоне документов соответственно он имеет смысл и в контексте запроса и собственно в самом документе он тоже имеет смысл только среди окружающих слов поэтому идея такая что если мы вместе со словами как в данном примере наследование и полимерфизм да сделаем еще и специальные термы которые будут относиться к окончанию первого слова и нашему стоп-слову и и к нашему стоп-слову и и началу второго слова собственно вот ровно отсюда и идея про вернее проблема про замусоривания нашего словаря вот потому что таким образом мы словарь просто одну называется раздуем каждый такой вот комбинации вот именно поэтому хранение словаря тоже должно быть необычным немного про это расскажу так ну если говорить про обычные словари питон тут вы все знаете и хуже меня стерилизации я думаю модуль пикл тоже все использовали он слову в общем-то удобный но медленный медленный ка дело доходит до сериализации там десятков сотен тысяч объектов это просто невозможно но кроме того он очень избыточен каждый объект насколько я знаю он расценивает самостоятельно и вот тот же самый массив из десяти тысяч элементов он про каждый из десяти тысяч элементов скажет его тип даже несмотря на то что они все у вас одинаковые целочисленные таким образом подумаем а что если мы бы сериализовывали немного по-другому подход даже можно сказать не просто в сериализации а в таком специальном сохранении чтобы нам и не потребовалась сериализация 10 реализации вернее то есть так чтобы мы сохранили эти объекты а потом просто бы адресовались бы к ним по диску по памяти но целиком их при этом в память не загружая вот например можно рассмотреть такой вот случай скажем у нас есть дерево бинарного поиска проверю является это дерево да да похоже ладно и что если мы его захотим сохранить ну вернее сохранить с целью дальнейшем использовать для поиска вот например таким вот образом мы можем сохранить предположим мы идем с корня до сохраняем там буквально по уровням вот и таким образом вот в данной структуре в этой структуре данных мы на самом деле можем впоследствии искать даже не прибегая к полноценные загрузки вот подобным же образом мы можем представить и хеш таблицы давайте считать что ключ у нас фиксированного размера ну как я сказал там 64 бита и забудем про коллизии вот они наши хранимые данные тоже ну что мы будем хранить в словаре мы будем хранить просто некий указатель на наши блоки обратного индекса они у нас лежат предположим в отдельном файле поэтому все что мы должны на них сохранить это и смещение и размер этого блока соответствующие такого-то слову так вот где действуем мы также как если бы реализовывали хеш таблицы только немного с уклоном на их простую простое сохранение и простой поиск в них без необходимости загрузки так вот точно также разделим все наши данные на несколько корзинок вот ну по количеству наверное сделаем так чтобы наши данные которые попадут в одну корзинку были бы примерно 4 килобайта знает почему 4 килобайта что нет а что еще у нас 4 килобайта вот 4 96 нет но почти да размер страницы памяти 4 килобайта это нет совсем не совпадение сделано это умышленно потому что когда мы отобразим этот файл дисковый в память то если мы будем искать в рамках 4 килобайт то мы получим лишь один страничный промах я понимаю что но с учетом того что вот лишь один человек угадал что это именно размер страницы памяти вот сейчас немного не говорящие вещи но тем не менее могу под конец лекции выделить это время рассказать вам о том почему это важно и даже например привести который это эффективно использует так вот собственно внутри каждой корзинки мы будем искать просто бинарным поиском если графически это показывать то выглядит это так вот все реализованном виде наших таблица могла бы выглядеть следующим образом у нас две корзинки да это число моему конечно же должны где-то записать предположим там в начале файла далее у нас идет скажем размеры каждой из корзинок в этой у нас два элемента в этой у нас три элемента ну соответственно их границы и вообще и их границы и размеры мы автоматом знаем соответственно при этом у нас уже все готово для того чтобы найти какое-то число например наше число это 7 мы понимаем что она во второй корзинке соответственно то с чем мы будем иметь дело это уже вот только границы второй корзины для данных там больших это будет одна физическая страница и в рамках них мы проделаем бинарный поиск ну там ткнем сюда и ткнем сюда вот очень удобно представьте что у вас таких слов огромное количество и самая выгода в том что вам не нужно этот файл зачитывать все что вы здесь сохранили вы к этому можете адресоваться просто либо используя передвижение по этому файлу в духе seek и рид до небольших значений либо как я потом покажу еще более удобный вариант это отобразив этот файл в память вот ну соответственно как сервизовывать и как искать и объясню поэтому есть вопросы или понятно ну потому что потому что так хэш лег точно так же как в обычной хэш таблице я мог написать по-другому но предположим у нас какой-то хэш в данном случае я брал видимо чет нечит вот так как у нас всего две корзины но это так или иначе бы отчет нечит так если у нас там корзину большое количество также как в обычной хэш таблице вы берете некий хэш и остаток под делению на количество этих корзин ну собственно и будет номером вашей корзинки собственно если не реализовывали никогда вручную хэш таблицу попробуйте интересное занятие вот собственно вот то о чем упоминала самом начале необходимость там ее расширение там при достижении какого-то размера вы тоже с этим столкнетесь в смысле при реализации обычных хэш таблиц никогда вы заранее знаете количество элементов тут все понятно при реализации обычной у вас всех был курс вы там все реализовывали хэш таблицы нет вот у кого-то было у кого-то нет но в общем там вы как бы при наполнении хэш таблицы вы же не знаете сколько элементов надо это со словами просто мы по ходу индексации что там поиндексировали потом подготавливаем словарь и уже знаем что слов будет ну скажем 100 тысяч отлично в обычной же хэш таблицы вы можете вас может случиться скажем так ее эффективность может очень быстро стать низкой потому что вы ее создали заранее для небольшого количества элементов небольшое количество корзинок предоставив вам там напихали миллион как так плохо вам нужно все перехошировать вот соответственно как будто бы создаете новую от большей размерности и так далее аналогично при удалении она может стать просто слишком избыточные и вам нужно перехошировать вот но это так немного в сторону было про дерево запроса собственно то с чего начинается поиск поговорим немного и про это так представление запроса самом обычном случае но запрос у вас просто многословный и когда мы говорим про булев поиск конечно они как-то будут связаны булевскими операторами простейшем случае это конъюнкция а собственно когда мы говорим просто о нескольких словах то по умолчанию наверное этой конъюнкции есть например запрос докера ubuntu вот так вот может быть представлен у нас два термо и оператор немного сложнее вариант тем не менее то же самое у нас такое же дерево из двух операторов и трех листьев рассмотрим чуть более сложнее собственно примерно так же как усложнение в домашке это уже конъюнкции дизюнкции почему бы нет это трюк собственно которому прибегает большинство поисковиков это синонимы то что вы видите буквально иллюстрация синонимов ubuntu можно по русски что написать можно написать по-английски можно у нее есть какое-нибудь прозвище знаете слакварь слака там не на камеру да окей потом расскажешь так вот собственно то к чему прибегают обычно поисковики это обогащение вашего запроса поэтому пример совершенно адекватный вот совершенно реальный обычный поисковик из вашего трехсловного запроса докер запуск ubuntu сделает ну просто очень очень много слов почему ну нет потому что синонимы да зачем можно же было их использовать чтоб тогда произошло да да во многих документах у вас будет ubuntu или там докер написан как-то по-другому вместо слову запуск то может быть тоже там старт какой-нибудь будет написан почему бы это не сделать синонимом в общем дизюнкция в поиске это очень частое применение синонимы ну и наконец самый полный вариант запроса который там подразумевается в домашке на большой балл это вариант скажем так со всеми булевскими операторами здесь есть и отрицание конъюнкции дизюнкции и скобки я еще и на самом деле еще и внутри скобок может быть и похлеще вот вопрос такой собственно как исполнять нам такое дерево то есть как находить документы из него посмотрим на исполнение в лоб ну казалось бы у нас есть каждый но все термы по ним мы можем прям напрямую взять и загрузить все наши индексные блоки и проделать в общем-то операции буквально над сетами да то есть надо рассмотренным деревом можно сказать что давайте вычислим отрицание вот термо докер давайте затем объединим там с этой убунту и не убунту пересечем это запуском и вот как-то там все это исполнил проблема в том что документов то у нас может быть много 10 7 это еще такой скромный пример отрицание это и вовсе обычно мощность всего множества и слишком много так вот такой подход но неудобный вернее он очень и очень медленные затратный по памяти поэтому предлагается альтернативный подход который вы можете использовать домашки подход зак который я обычно называю потоковый потому что он не требует зачитывание всего набора данных вот и собственно точно также совместимо работает с деревом представьте себе что у вас каждый узел чем бы это ни было терм оператор неважно он на самом деле дает вам некий поток идентификаторов документов ну поток операции там как угодно и каждый этот узел обладает двумя методами предоставляет два метода вам это его исполнение скажем так то есть взятие номера документом на котором этот узел сейчас стоит ну для термо это просто вот номер документа и переход на некий идентификатор документа не меньше чем заданный собственно если использовать вот только две этих функций только два этих метода уже оказывается можно реализовать поддержку для всех типов наших операций воспользуемся тем что наши документы монотонно возрастает и ведем для упрощения упрощения рассказа для меня больше два специальных значения граничных это альфа как начало и омега как конец таким образом алгоритм исполнения дерева может быть представлен так в общем то мы разберем дерево и свяжем как-то каждый узел с каким-то классом операций это будет соответствующие всей видимости классы именно как и именно как классов питоне вот которые собственно вот из дают вам два метода это получение текущего и go to начинаем с некого идентификатора документа альфа иди и на каждом шаге для всего дерева рекурсивно проделываем следующее мы перемещаемся на следующий документ который мы получили до на предыдущем шаге и для корня дерева выживаем вот эту вот функцию evaluate то есть дай мне текущее значение если вы детально разберете то что здесь написано я уверен что это работает для большого дерева но расскажу немного про специфику отдельных объектов то есть у нас здесь что у нас здесь терм и дизъюнкция конъюнкция отрицания может быть ну для термов как это выглядит evaluate это получение текущего документа а переход на go to it собственно пропуск всех doc id меньших чем доки то есть позиционирование это к слову ровно тот момент где из материала первой лекции можно было бы использовать jump tables для наиболее быстрого перехода для домашки это не требуется для понимания именно вот последняя строка что же у нас собственно происходит с дизъюнкцией в данном контексте для взятия текущего номера ой вернее для перехода на документ ну напереданный докид нам по сути нужно перейти на него и в левой части нашей дизъюнкции в правой части нашей дизъюнкции нас не интересует в общем то уже документы меньше чем докид поэтому делаем так а вот для операции получения следующего документа на вернее текущего на самом деле мы используем в общем случае минимум между тем что нам отдает а той же функции в луид и б той же функции выводит почему кстати почему минимум да да ну собственно можете посмотреть если вы будете делать объединение двух списков это именно то почему вы придете представьте себе что два этих списка идут на вас как бы каким-то потоком вот то что вы сделаете для того чтобы получить дизюнкцию это всегда берете минимум и как-то там перемещаете берете минимум как-то там перемещаетесь вот ну естественно если один из них закончился вы просто возвращаете значение из 2 дополнительно то что нужно будет реализовать в дз это конъюнкцию там есть свои особенности отрицания там есть много особенностей и как-то бороться с отсутствующими термами вот немного про парсинг запросов также собственно разбор запроса это то с чего наверно начинается вообще вас ваш поиск и мистерян то что мы знаем как исполнять дерево я немного расскажу о том как его можно парсить если кто знает другие методы не знаю говорит там что-то кому-то делали ли кто-то из вас метод для парсинга арифметических выражений теперь перегонная станция или как как-то он называется сортировочная станция да вот это один из методов но он к слову он менее общий такой он для хорошо там для арифметических выражений мы же посмотрим метод который по моему называется рекурсивный разбор дерева в общем предположим нам нужно разобрать такое вот дерево вот что же мы можем проделать в общем то считаем ну сперва как при любом разборе мы производим какую-то токенизацию нашим токеном является либо слова либо скобки ну и там прочие наши операторы и или отрицание соответственно разбили мы на эти классы получили токены а дальше алгоритм такой находим самый низкоприоритетный оператор считаем что наши скобки как бы увеличивают приоритет поэтому нам интересен наиболее внешний и как бы на самом деле наиболее правый из одинаково приоритетных вот и запоминаем его как некий токен вот но если же не нашли то все понятно то что все что осталось это единственный терм тут ничего не надо разбирать а если мы тем самым что-то разбили на левую и правую часть то исполняем собственно этот алгоритм для левой и правой части рекурсивно объединяя в дереве их нашим токеном но собственно нашим оператором вот на примере как это может выглядеть вот у нас например не докеры запуск и бунту или убунту сплитим ну находим самый низкоприоритетный оператор по описание алгоритма этим оператором будет вот эта конъюнкция она самая правая самая внешняя окей тем самым мы разбили на два поддерево повторяем то же самое для левой и правых частей собственно повторили вот следующая операция даст вот такое вот разбиение ну и наконец отрицанием и точно также разобьем вот в этой вот части и все оставшиеся это уже термы а далее вот этот вот потоковый алгоритм можно как раз применять к нашему дереву собственно тут мы все связали вот и вот этот вот в луэйт там и go to все эти операции они присущие при скажем так объектом представлении каждому узлу исполняем и собственно результат это один из вариантов я не как бы не оставил чтобы вы использовали именно его но как вариант он может быть удобен попробуйте с точки зрения вот реализации на с использованием op это может быть очень удобным вариантом также в завершении несколько слов про общий workflow как же вообще должна выглядеть вот весь процесс индексации и прочее в общем случае который но не обязательно весь вы пройдете в домашнем задании на общем случае это выглядит так то есть вы индексируете сперва входные документы для этого домашки как раз вызывается скрипт индекс ssh возможно тут такой момент возможно что то что вы получите на при индексации она еще не будет являться финальным индексом по которому вы ищете все зависит от объема входных данных если мы при индексации прибегли к огромным заиндексировали но действительно много как например там в последнем варианте в дз то может получиться так что у вас выходом индексации является несколько кусков а искать лучше в одном общем чем в нескольких поэтому их лучше объединить и это призван сделать этап оптимизации далее идет этап построения словаря опять же вы можете в общем то его построить в индексы саши тем самым сделать мы дикты саж пустым тем не менее можете это сделать отдельно в случае построения вот это вот бинарного словаря и это требуется к слову на максимальной данной вы должны это делать отдельно ну и к наконец сам поиск все час аж немного детальнее собственно что по индексации она конечно же будет наиболее затратно по времени вот ну впрочем на нее там ограничение довольно большое по моему минут десять вот ну и по памяти для определенных вариантов она тоже будет затратно чтобы было менее затрата по памяти если там вы вдруг упираетесь ради бога сбрасываете это все частями казалось бы потом у вас будет возможность следующем скрипте оптимизировать ваши куски склеив их в один чтобы поиск был быстрее ну и собственно конечно же не забываем складывать отображение до к идее url потому что то что проверяется на выходе это url и вот то чем оперируете вы собственно в индексных блоках это дерификаторы документов про оптимизацию я в общем-то уже рассказал наверное ничего ничего нового вот и про поиск собственно загружаете вы словарь для каждого запроса разбиваете дерево там согласно этому там или своему алгоритму находите соответствующие каждым термо блоки в обратном индексе и делаем поиск пошагово получаем докиды и url и то что от вас требуется на выходе собственно на этом все в общем-то вы можете выбрать в общем-то